Подошла к концу насыщенная программа мероприятий, посвященная празднику Победы. В Канаковской детской школе искусств в этот великий день отметили торжественным концертом. Ученики, преподаватели и гости учреждения собрались вместе, чтобы почтить подвиг героев. О ходе проведения мероприятия расскажет Семен Поспелов. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоем на счастье. Пожалуйста, помните, песню свою отправляя в полет. Помните о тех, кто уже никогда не смеет. Помните. Строки и стихотворения «Реквием» Роберта Рождественского способны достучаться до сердца каждого, кто живет сейчас под мирным небом, не зная горя. В этот вечер со сцены концертного зала Канаковской школы искусств звучали только проникновенные, глубокие стихи и песни в память о тех, кто дал жизнь будущим поколениям. Почетный гость мероприятия Валентина Георгиевна Белостовская прочитала стихотворение собственного сочинения, которое посвятило блокадному Ленинграду. «Когда стонала вся страна, и бомбы землю рыли, и Родина в опасности была. Но ты стоял и не сдавался, все муки ада превозмог, и хоть разрушенный остался, с поднятой гордой головой». Все дальше уходят события военных лет, но память о подвиге героев никуда не уйдет из сердца нашего народа. Своими выступлениями ученики и преподаватели школы выразили благодарность участникам войны, сумевшим победить жестокого врага. «Наша отчизна справилась с огромной бедой, победила в этой войне. Помнить это надо, всегда передавать из поколения в поколение. Если это забывать, если не знать корней, значит не будет народа. Такие события они объединяют, сплачивают, сдруживают всех, кто живет в нашей стране. Мы передаем это нашим детям, внукам». Концерты, посвященные празднику Победы, всегда входят в календарный план мероприятий «Школа искусств». Подготовка к ним ведется очень тщательно и заблаговременно, чтобы ребята достойно выступили перед приглашенными ветеранами. Вот на этот раз артисты показали высокий класс исполнительского мастерства, порадовав гостей праздника. Завершилась концертная программа всем известной композиции «День Победы», которую вместе с хором и солистами исполнил весь зал. «День Победы», «День Победы», «День Победы» Субтитры создавал DimaTorzok